Всем привет еще раз. Меня зовут Ермек. Я, собственно, аспирант Сколковского института науки и технологий, где я занимаюсь различными байсовскими методами для машинного обучения, ну и в том числе гауссовскими процессами. Ну и гауссовским процессам будет посвящен мой сегодняшний доклад. Так, ну, во-первых, давайте узнаем, кто в зале знаком с гауссовскими процессами и когда-нибудь их применял вообще. Ага, ну, в принципе, неплохо, да. Ну, в общем, мой доклад скорее для второй части, которые, ну, для тех, кто не знаком с тем, что это такое. Ну, для начала я расскажу, что какие тут могут быть приложения у гауссовских процессов. Вот, на самом деле модели на основе гауссовских процессов – это очень гибкие модели, которые позволяют решать очень много различных задач машинного обучения. Это и классификация, и регрессия, и даже оптимизация, и планирование эксперимента. Ну вот, первый пример – это задачи из робототехники, так называемые обратные задачи динамики. То есть прямые задачи – это, допустим, когда у нас есть робо-рука, и мы знаем, на какие углы мы хотим повернуть отдельные ее части, и нужно посчитать, в какую точку тогда у нас, собственно, рука, конец руки придет. Обратная задача – это, собственно, мы знаем, куда мы хотим дотянуться рукой, и нам нужно, собственно, каким-то образом узнать, на какие углы нужно повернуть отдельные ее части, чтобы прийти в эту точку. Это обратные задачи динамики. Ну, их можно решать с помощью гауссовских процессов. По сути, это обычная задача регрессии. У нас есть точка, в которую мы хочем попасть, и по этой точке мы хотим предсказать, какие должны быть углы поворота, ну и так далее. Ну, вторая задача, такая более инженерная, это моделирование аэродинамических характеристик профиля крыла самолета. То есть, когда инженер проектирует самолет, ему нужно… ну, вот у него есть какое-то крыло, которое он задает, там, ну, какой-то параметрической моделью. И для этого крыла ему нужно знать его аэродинамические характеристики, например, подъемную силу крыла. Вот. Ну и чтобы посчитать подъемную силу крыла для самолета, тут может быть два подхода. Первый — это, собственно, можно воспользоваться методами вычислительной гидродинамики. И это долго, потому что один расчет может длиться, там, несколько часов. Второй подход — это можно, собственно, собрать крыло, запихнуть его в аэродинамическую трубу, провести эксперименты, ну и таким образом тоже получить вот эту подъемную силу. Это, опять же, долго, но плюс ко всему еще и дорого. Ну и, собственно, здесь применяются галсткие процессы. Они хорошо работают, когда данных мало, а в таких задачах обычно данных мало. Ну и, в общем, инженеры, собственно, любят в таких задачах очень применять галсткие процессы. Далее — автоматический выбор параметров алгоритма. Ну и здесь такой пример. Я думаю, большинство из вас работали с G-Boostом и знают, что у него много разных параметров. И, собственно, от значения этих параметров зависит качество итоговой модели. Если вы хорошо разбираетесь в G-Boostе, если вы, собственно, чувствуете, как работает алгоритм, то, конечно, можно эти параметры подобрать вручную. Можно воспользоваться гаусскими процессами, методами оптимизации на основе гаусских процессов и выбирать параметры алгоритма автоматически с помощью специальных алгоритмов. Ну и дальше — планирование эксперимента. Обычно data scientist уже имеет какую-то готовую выборку, по которой строят модели. Но представьте теперь, что вы инженеры, и вам нужно спроектировать какую-то детальку. И все, что у вас есть, — это какая-нибудь физическая модель или какое-нибудь оборудование для проведения экспериментов, и никаких данных у вас нет. Ну и опять же, то, что вы хотите посчитать, какие-то характеристики вашей детали — это тяжелая функция, то есть ее либо очень долго считать на компьютере, либо проводить эксперименты очень дорого. Ну и, собственно, а вы хотите построить какую-то модель, которая бы очень быстро считала ваши характеристики, и при этом хотите затратить как можно меньше времени на ее построение. Ну и очевидно, что вам нужно сгенерировать какую-то выборку, и при этом выборка должна быть небольшого размера, а модель должна получаться при этом очень качественная. Ну и, собственно, от того, какую выборку вы сгенерируете, будет зависеть качество моделей. И как генерировать выборку таким образом, чтобы качество вашей модели было как можно высокое при фиксированном размере выборки. Вот это называется методами планирования эксперимента, и такие задачи могут решаться с помощью галстских процессов. Но я буду рассматривать в основном задачи регрессии, ну и в конце покажу пример, как можно делать оптимизацию на основе галстских процессов. Но для начала задача регрессии. Собственно, задача у нас, думаю, всем знакомая. У нас есть некоторая обучающая выборка, вот эти точки на кривой. Сама функция вот эта неизвестна, есть только точки, и по вот этим точкам нужно построить некоторую аппроксимацию этой функции. Ну и плюс к этому вторая задача, это нужно строить доверительный интервал для нашей аппроксимации. То есть мы кроме самой аппроксимации хотим еще уметь оценивать, насколько у нас точное предсказание модели в конкретной точке X. Ну и для этого применяются галсткие процессы. Собственно, да, отличительная особенность моделей на основе галстких процессов в том, что они позволяют вот эти доверительные интервалы строить, в отличие от большинства других регрессионных моделей, которые выдают только прогноз. Ну а идея галстких процессов простая. Ну не то, что простая, но следующая. В общем, это вероятностная модель, которая на самом деле моделирует распределение функций. То есть мы предполагаем, что наша функция F от X в каждой точке X, значение функции F от X — это некоторая случайная величина. Мы предполагаем, что она распределена нормально, с каким-то средним и с какой-то дисперсией. Отмечу, что так как для каждой точки X F от X — это случайная величина, то, соответственно, и средняя будет зависеть от точки X, и дисперсия этой величины зависит от точки X. Вот дисперсия K от X — X называется ковариационной функцией, M от X называется функцией среднего. Ну и дальше делается следующее. Дальше предполагается, что значение, что вот допустим у нас есть несколько точек, X1 и так далее, Xn, есть значения в этих точках F от X, F от X1 и F от Xn. И предполагается, что множество этих значений, F от X1 и F от Xn, это многомерная случайная величина, которая имеет нормальное распределение. Средняя у нее — это уже некоторый вектор. Дисперсия — это уже не дисперсия, а матрица ковариаций. Ну и, собственно, матрица ковариаций считается как… вычисляется с помощью вот этой ковариационной функции. Ну и таким образом на самом деле моделируется распределение функций. То есть вот то, что изображено на картинке справа, это случайные функции, сцеплированные из гаусского процесса. Ну и дальше, то есть пока у нас нет никакой обучающей выборки, это какие-то случайные функции. И дальше задача заключается в том, чтобы обновить, чтобы посчитать распределение, обновить вот эту вероятностную модель распределения, когда у нас есть наша обучающая выборка. То есть вот на этой картинке видно, что у нас есть какая-то обучающая выборка, вот эти черные точки, и нам нужно подправить наше распределение таким образом, чтобы вот эти все случайные функции, они проходили через точки обучающей выборки. Ну а в промежуточных точках они могут принимать какие-то произвольные значения, но суть здесь в том, что так как у нас значения значения f от x в разных точках скоррелированы, то это означает, что вот в двух соседних точках значения функции не могут отличаться сильно. Чем дальше друг от друга находятся точки, тем сильнее могут они различаться, и собственно вот то, насколько сильно они могут различаться, и поведение вот этих вот различий, оно задается с помощью ковариационной функции. Отмечу еще, что итоговая аппроксимация, она зависит от того, как взвешенная сумма от ковариационных функций, то есть по сути, ну давайте сначала, наверное, покажу, какие бывают ковариационные функции. Ну вот наиболее распространенная ковариационная функция называется RBF, это вот просто такая галстовская шапочка. Вот здесь два других примера ковариационных функций, это экспоненциальная и линейная. Вот, ну и собственно итоговое предсказание, оно делается следующим образом. В каждой в каждой точке обучающей выборки ставится вот такая функция, вот, и дальше берется их взвешенная сумма. И в итоге получаем ну и наше финальное предсказание. Вот, ну и на самом деле финальное предсказание это просто средняя функция. То есть если мы все вот эти функции усредним, пройдем через эти точки, то это и будет финальное предсказание. Так, сейчас. Окей, ладно. Есть ли у кого-нибудь вопросы по этой части? Или более-менее понятно или нет? Может быть, что-то надо уточнить? ну окей. Дальше я хотел показать вот такой пример функции Heaviside и то, собственно, каким образом... этот пример иллюстрирует то, что во-первых, вид аппроксимации итоговый зависит от того, как мы используем ковариационную функцию, во-первых. Во-вторых, ну вот rbf ковариационная функция, она наиболее распространенная, но на функциях, которые негладкие или которые имеют разрывы, она может давать такие артефакты в виде осцилляции. Ну, просто потому, что эта функция предполагает, что наша исходная зависимость, которую мы хотим моделировать, она какая-то хорошая, гладкая и так далее. Однако, если наша функция, которую мы хотим аппроксимировать, она имеет разрывы, как функция Q-side, это на самом деле просто ступенька, тогда стоит использовать какое-нибудь другое ядро, например, экспоненциальное ядро, вот это вот. Ну и в этом случае мы получаем более хорошую аппроксимацию без вот этих осцилляций. Вот. Какая еще может быть проблема с гаусскими процессами? Наверное, одна из более частых проблем это так называемое вырождение модели. Вот. Проявляется оно в том, что на каких-то выборках модель себя может вести неадекватно, например, вот так вот. Это такой некоторый вариант переобучения. Так. То есть у ковариационных функций есть какие-то параметры. вот для функции RBF это называется ширина ядра, то есть то, насколько вот эта гаусская шапочка, то, насколько она широкая. Вот. И если выборка у нас какая-то неравномерная, как вот на этом примере, то есть у нас есть плотная группа точек здесь, здесь и здесь, а между ними большие разрывы, в этом случае очень часто при подборе параметров модели выбираются очень узкие ковариационные функции. Ну и в итоге, если вот мы в каждую точку поставим вот такую функцию, в каждую точку обучающей выборки и просуммируем их, ну, очевидно, что у нас вдалеке от точек обучающей выборки будет получаться некоторая константа. Есть у гаусских процессов такая особенность, борются с этим с помощью введения регуляризации. Ну и я буду показывать примеры построения гаусских процессов в разных битоновских библиотеках. Ну и на самом деле не везде есть регуляризация для борьбы с вырождением и на самом деле не так много на питоне открытых библиотек, хорошо строят гаусские модели без особых усилий. Теперь какие еще есть ограничения гаусских процессов. Первое ограничение это сложность построения модели, которая равна O от N в кубе, где N это объем выборки. Ну и соответственно такие модели сложно применять к большим данным. Хотя существует много различных вариантов аппроксимации гаусских процессов, называемые разреженные гаусские процессы, есть модели, которые используют более сложные техники типа вариационного вывода и так далее. Ну вот стандартные модели имеют вот такую сложность. Далее вот то, о чем я говорил, что Rbf ядро, которое на самом деле используют практически всегда, такое ядро применимо только гладким функциям, поэтому нужно следить за тем, что вы пытаетесь аппроксимировать с помощью гаусских процессов. Ну и вырождение это собственно неравномерность выборки. За этим надо тоже следить, когда вы пытаетесь строить модель на основе гаусских процессов. Так, про теоретическую часть все. Теперь собственно я бы хотел наверное показать какие-то базовые примеры построения гаусских процессов в четырех библиотеках GPi, GPi, Flaw, PyMC3, Scikit. Все библиотеки открытые. По этой ссылке можно скачать ноутбук, найти ноутбук, который я вам сейчас буду показывать, проделать что-то вместе со мной наверное, хотя вам придется предварительно поставить вот эти библиотеки. Так что я не знаю как вы будете это делать. Ну то есть справитесь конечно, но вам понадобится чуть больше времени. Так. Ну и начнем с библиотеки GPi. Эту библиотеку разрабатывает научная группа из Шеффилда и пожалуй это одна из самых удобных библиотек для одна из самых удобных и самых продвинутых библиотек для построения модель на основе гаусских процессов. Там есть много всего, там есть разные ковариационные функции, есть разные регуляризации, есть разные методы подбора параметров модели, есть всякие варианты гаусских процессов разрежены, а, я понял, быстрее, хорошо, ну в общем workflow довольно простой, задается какой-нибудь гаус, а нет, подождите, это просто генерация выборки, собственно такую выборку мы будем пытаться саппроксимировать, но workflow простой, сдается какое-то ядро, сдается его параметры, создается модель, вызывается метод optimize, ну у нее есть функция plot, которая строит вот такие симпатичные графики, то есть на графике у нас есть предсказание модели, доверительный интервал, ну а крестики это наша обучающая выборка. gpflow, вот gpflow это собственно та же самая библиотека gpy, но и переписанная с использованием TensorFlow, соответственно использует все преимущества, которые дает TensorFlow, вот единственный недостаток то, что библиотека довольно свежая, у нее еще нет документации хорошей, вот, ну а модель строится вот собственно ровно так же, единственное, что у модели нет метода plot, так что приходится строить графики вручную, вот, PyMC3 это на самом деле очень универсальная библиотека, которая позволяет строить, ну практически любые вероятностные модели, то есть здесь много различных распределений реализовано, вот, ну и так как это довольно универсальная библиотека, разработчики решили заимплементировать там различные методы эсэмплирования типа Монте-Карло продвинутые, вот, с помощью которых на самом деле можно строить ну вот любые вероятностные модели, вот, ну и в силу того, что она такая слишком универсальная, она плохо подходит для ГП, она использует эсэмплирование, ну модель создавать довольно сложно, здесь надо вручную задавать коррекционные функции, все вручную все надо посчитать, вот, вручную нужно посчитать предсказания модели, а затем нужно применять какой-нибудь метод эсэмплирования для настройки параметров, вот, и работает это все довольно долго, то есть, если запустить вот этот код, на моем домбуке он будет читаться несколько минут, в то время как GPI отработает мгновенно практически, вот, поэтому я бы не стал использовать эту библиотеку для галстких процессов, вот, но Saikid Leon все знают, вот, про нее, но ее я бы на самом деле тоже не стал бы использовать для галстких процессов, потому что, ну, надо, чтобы, чтобы получить хорошую модель, надо много поработать руками, надо выставить правильные значения параметров и так далее, то есть в Saikid Leon галсткие процессы реализованы, но каких-то продвинутых методов там нету, вот, ну, а строится все довольно просто, сдается ядро, сдается модель, допускается метод fit, вот, ну, собственно, это были основные модельки, сейчас я быстро расскажу один пример про байсовскую оптимизацию, я думаю, это будет интересно, собственно, как можно оптимизировать тяжелые функции, то есть функции, которые либо долго читают, либо дорого, ну и так далее, ну, будем строить модель, и причем нам нужна модель такая, которая будет предсказывать еще и свою ошибку, и, ну, то, что модель предсказывает ошибку, это критично для таких методов оптимизации, вот, у нас, собственно, метод сам такой, мы строим аппроксимацию нашей функции f от x по некоторой начальной небольшой обучающей выборке, и затем пытаемся выбрать новую точку, в которой, как мы предполагаем, находится минимум нашей функции, минимизируя некоторые критерии. Ну, в данном случае я выбрал простой критерий, это просто нижняя граница доверительного интервала. Вот, считаем значение в, находим минимум вот этой, вот этого критерия, считаем значение в этой новой точке и итерируем вот этот процесс столько раз, пока не сойдемся. Вот, а идея здесь такая, вот, предположим, что у нас есть точки обучающей выборки, вот, мы построили нашу модель, и вот у нас есть доверительный интервал. Собственно, самый простой очевидный метод, который приходит на ум, это просто взять забыть, веро то, что есть доверительный интервал, и пытаться минимизировать нашу аппроксимацию. Это плохо, потому что в данном примере минимум находится где-то здесь, вот, мы будем добавлять сюда точки обучающей выборки, обновлять модель, но в итоге модель будет в основном обновляться только в этой части, в этой части и здесь она никак обновляться не будет, и по сути мы найдем локальный минимум. Однако, если мы будем учитывать доверительный интервал, который говорит, что на самом деле с большой вероятностью вот в этой области значение функции истинное, она может быть где-то здесь, то есть меньше на самом деле, чем вот здесь. Поэтому как бы надо учитывать еще и ошибку модели. Вот. Ну и собственно вот демонстрация как-то работает. Вот мы нашли нижнюю границу доверительного интервала, ставим сюда новую точку, вычисляем значение функции f от x, обновляем модель, получаем вот такую картинку. Ну и дальше повторяем то же самое. Находим новый минимум доверительного интервала, обновляем модель, находим еще один минимум, находим следующий минимум. Вот. Собственно, наш алгоритм уже вылез туда, куда нам надо. Ну и собственно это последняя итерация. Вот. Нашли минимум. В то время как если бы мы использовали только саму аппроксимацию, только, ну в общем, только предсказания модели, не использовали бы доверительные интервалы, то нашли бы какой-то плохой локальный минимум. Вот. Ну summary. Я думаю, можно пропустить. Окей. Вот. Да, на этом у меня все. Если у кого-то есть вопросы, you're welcome. Да. Да, вопрос. Хотел спросить, вот последний пример оптимизации параметров. Там часто бывает так, что функция целевая, она не гладкая, с какими-то ступеньками, с какими-то обрывами. Как к этому? Ну я так понимаю, гаусские процессы плохо к этому относятся. Что с этим делать? Ну, гаусские процессы, да, относятся к этому плохо. Первое, что можно предложить, это попробовать использовать другое ядро, например, какое-нибудь экспоненциальное, хотя я не уверен, что оно будет для таких сложных функций хорошо работать. Второе, второе замечание, это то, что можно ввести какую-нибудь хорошую регуляризацию, ну, чтобы у нас не было вот этих осцилляций, которые я показывал. Вот. Ну и в этом случае у нас получится просто аппроксимация целевой функции только сглаженная. И кажется, что в этом случае нам же интересен только арг-минимум, ну, то есть не само значение минимальное, а точка, в которой минимальное значение достигается. И кажется, что если мы построим сглаженную версию вот нашей разрывной функции, то арг-минимум все-таки будет совпадать. Ну, более-менее. Еще вопросы? Спасибо за доклад. У меня может быть немного наивный вопрос. Вот в последнем примере мы, у нас была какая-то начальная, начальный доверительный интервал, и итоговый минимум у нас очень сильно из него вышел. Это нормально или это говорит о том, что надо как-то было по-другому начальные параметры настраивать? Нет, это нормально, это как раз то, что нам нужно. То есть, если мы никак не учитываем наш доверительный интервал, то, по сути, мы делаем какой-то локальный поиск. Мы находим локальный минимум, мы находим минимум нашей текущей аппроксимации, так, и дальше мы из этого минимума никуда уже вылезти не можем. Хотя, на самом деле, наша модель, она может быть сильно неточной, но в этой области она дает очень плохую аппроксимацию. Собственно, именно поэтому и нужно использовать этот доверительный интервал, когда мы строим, когда мы делаем пайсовскую оптимизацию, когда мы делаем планирование эксперимента, вот о котором я говорил, делается примерно то же самое. То есть, на самом деле, чтобы улучшить модель, нам нужно ставить новую точку туда, где у нас наибольшая ошибка модели. А эту ошибку можем предсказывать с помощью как раз доверительного интервала. А может поставить аббибиотеку с вариационным выводом? С вариационным выводом? Ну и вариационный вывод есть в библиотеке GPI. Ну вот из тех библиотек, которые я рассматривал, GPI, GPFlow. И в PyMC3, я думаю, тоже можно сделать, но там это будет гораздо сложнее. Окей, последний вопрос.